Руднев окончательно стал роковым мужчиной. Два дня назад Дарина, Камила и Кристина были замешаны в большой скандал, который закончился дракой из-за звезды нашего телепроекта. Давайте посмотрим сюжет. Я хочу, чтобы сейчас Кристина, глядя в глаза своему мужчине, сказала «да» или «нет». Нет. Ты не берег. Нет. Ты сейчас что испытал? Разочарование или облегчение? Я уже себя настроил на то, что Анна беременна. Кристина не беременна, можно лететь на Сейшелы, приводить девушек, на глазах у Кристины строить отношения. К виду, чем подошел, просил нас отпустить в посылу в новом место. Хорошо, поедем, конечно. Да, щасчка поцелу. Я расскажу, Андрю. Так, сердце встанет. Нет, просто... У них ситуация произошла, у Ильи Григорьевны. Ты на с кем ты сегодня пойдешь? Ну, там посмотрим. Саша, он... Я не могу не реагировать. Крис, я тебя очень прошу. Я его убью. Каждый, кто подойдет вот к этому человеку, будет летать, я вам отвечаю. А почему я не могу строить отношения, понять не могу? Потому что не можешь вчера, ты только со мной сидел. Ты сейчас улететь на Сейшелы, и что дальше? Ты полетишь? Еду я, да. Да? А ты думаешь, я его одного отпущу? Как остановиться в своей мести бывшей жене? Ведь ни одна из девушек не виновата в том, что у Руднева развалился брак. Только ли время лечит? И лечит ли оно вообще? Или потребительское отношение? Женя к людям может войти у него в привычку? Давайте узнаем прямо сейчас. Евгений, давай разбираться. Вот знаешь, если бы мне еще не знаю, ну, пять месяцев назад вот показали бы этот сюжет, я бы никогда в жизни не поверила, вот никогда. Был приличный семьянин, который не изменял, но, по крайней мере, нам с Либерджи хочется в это верить, что не изменял своей жене, да? Действительно был предан, действительно был за любовь, за искренние чувства, за все остальное. Да, разочаровался, но так же нельзя. Ты действительно в одной рубашке целуешь одну, поворачиваешься к другой, приглашаешь на свидание, а с третьей ночью спишь. Как так? Рубашка везучая. А если серьезно, Женю? Давай, серьезно. Это никак не связано с Либерджи абсолютно, но это связано с тем, естественно, есть доля правды в том, что после брака, после брака, да, вернее, после того, как я вышел из этого брака, я стал свободным человеком. Естественно, мне хочется общаться с женщинами. Я считаю, что это нормально абсолютно. Когда молодой человек свободный, он позволяет себе общаться ни с одной, ни с двумя, ни с тремя, ни с четырьмя девушками. Я в поиске, я в выборе, я выбираю. И выберу лучшую для себя, с которой буду в дальнейшем строить отношения. Любить ее буду, не изменять ей буду. Как правильно ты сказала, буду ей верен и предан. Девушки, а вы вообще как относитесь к тому, что каждый из вас не единственная? Вот за это Ксюшина получает. Точнее, я. А почему они-то получают, а не Женя получают? Я тоже получаю. Я уже объясняла, почему Камила получила. Просто за свое лицемерие, которое она мне сказала в туалете, а потом вышла через 10 минут и с ним стоит и целуется. Только за это. Я же Дарину не тронула. Дорогая моя, за что ты борешься? Если он меня не уважает, значит, я его научу меня уважать. Я такое себе не могу позволить. Можно ли заставить мужика вот так себя уважать, когда ты дерешься с другими? Ты считаешь, что ты, когда дерешься с Камилой или Дарине угрожаешь или еще что-то, ты тем самым уважение вызываешь в нем? Нет, подожди, я уже никому не угрожаю. Не Дарине. Дарина, я тебя хоть раз угрожала? Ну, угрожала, угрожала, что если я пойду в кино, я не вернусь оттуда, понимаешь? Да, это было после стычки на эмоциях, после Камилы. Камил, скажи, Пас, ты хочешь лететь с Рудневым на Сейшелу? Ксюш, я просто объяснила уже Жене, что... Да, я выбираю его, чтобы забыться от прошлых вот этих вот неудачных отношений. Но мне бы не хотелось быть одной Исой, постоянно вот эти драки, дележка. Я хочу быть одной единственной. Не получится, это же Руднев, пока точно нет. Быть единственной Исой. Нет, значит нет. Мы сегодня, я думаю, что с Камилой съездим в кино, поговорим. Очередной раз. Да почему очередной раз? Что, ребят, что? Знаем, как заканчиваются твои сеансы. Да, подождите, мы съездим в кино и вернемся, так же, как с Дариной. Мы съездили в кино и вернулись. А что там в кино-то у тебя происходит? Я не понимаю вообще. Узнаем друг друга. А вот как ты узнаешь человека, пока ты смотришь фильм? Вот расскажи мне, пожалуйста. Мне приятно проводить, ну как, просто общаемся. А как вы общаетесь в кино, если вы фильм смотрите? Потом мы идем в ресторан. Ладно, ребят, что делает Рудневу? Я бы очень хотел поехать, чтобы рядом со мной была Камила. И я бы очень хотел за моральную компенсацию, скажем так, чтобы со мной поехала Кристина. Я вот вас оставляю. Вот я выхожу из игры. Понимаешь, ну все, у меня уже под предел на самом деле. Живи долго и счастливо. Все, хватит, Кристина, это понятно все. Сейчас в секу хочешь камнем по голове, можешь утопить тебя. Вот как это вообще рождается в твоей голове? Вот скажи мне, пожалуйста. У меня есть дар видеть кретинов вот в этой комнате. Вот так с этим даром я родился, сюда и хожу за этим. Волк, ты кретин. Мне нужны достойные отношения, а не такие, где женщина будет тебя позорить, позорить твои отношения и выставлять тебя полным идиотом. Мне это не надо. Элла. Ну, по мне, так Женя Руднев пытается сейчас убить в себе те комплексы, которые он получил за год отношений с Либерж. И за все остальные свои отношения, когда женщины его не уважали, когда отношения не складывались, когда он всегда был с красным обиженным лицом. Поэтому он собирает вокруг себя Дарину, Камилу, Кристину. Единственная из этих девочек, это я могу выделить Кристину, которая смотрит и влюбленными глазами, и переживает, и ее задевает, почему в один ряд с ней сидят другие девчонки, которые хотят просто развлечься. Мое предложение, прилетайте вдвоем, никак не всем составом. Спасибо большое. Ксюш, можно я секунду прямо скажу? Я хотела сказать, что Жень, я вот вас оставляю, вот я выхожу из игры. Понимаешь, ну все, у меня уже предел на самом деле. Живи долго и счастливо. Понятно все. Вот, я скажу так, как бы, знаете, женщины, трое, вот вы сидите, да? Ни одна из вас не нужна Евгению, потому что вы трое легкодоступные. Вот. Потому что в первый же день общения... Кристин, вернись на место. Хочу сидеть вот в этом балагане вообще. Не, ну ты в этом балагане участвовала достаточно долго, поэтому не надо сейчас сделать вид, что ты... Давно? Во-первых, три дня это не давно. Не три дня. А сколько? Я вообще не хочу с ним ничего иметь. Все, до свидания. Не, ну я поэтому говорю о том, что нет любви. Ладно, Кристина, не хочешь, надо. Вот. Ни одна женщина не нужна Евгению, потому что они все легкодоступные. Так как после похода в кино кто-то целовался, кто-то давал, ну как бы в сексуальном плане Евгению. И поэтому Евгению, как и любому мужчине, неинтересны эти женщины. Просто... А кто ему отдался в первый же день вот из нас? Илюх, на самом деле у меня... Ну ты сосалась с ним в первый же день, Камила, ну для начала как бы. Камила тоже сосалась, а Кристина дала. Ты не хочешь за это что-то предъявлять? Ты будешь за это что-то предъявлять? Я с тобой вообще не разговариваю, вот. Просто по ситуации то, что вот Либерш как бы смогла заинтересовать, потому что она мудрая и взрослая, ну как взрослая, как бы уже такая взрослая девочка. Вот. И она может как-то заинтересовать мужчину. Спасибо, Илья. Либерш. А что я? Мне нечего сказать. Ну как? Я надеюсь разберется. Взрослый мальчик уже. Что думает наш Олимп? Давайте спросим Саша Царев. Жень, скажи, пожалуйста, открой свое сердце. Мне вот интересно мне услышать. Ты любил Либерш или ты ее терпел? Нет, я ее любил. Спасибо. Потом разлюбил. Спасибо. Нашел у кого спрашивать. В принципе, тебе на будущее, если ты будешь приходить сюда. Ты когда Жене вопрос задаешь, ты думай о том, что в следующий раз он скажет совершенно противоположную вещь. Он никогда не отвечает за свои слова. А когда его ловишь за то, что он не отвечает за свои слова, он начинает краснеть, психовать, кричать, плеваться или уходить с проекта. Просто, ну, я думаю, это и не последний раз у нас. Вот во всей этой ситуации многие говорят о том, что Женя выплескает сейчас свои комплексы, некие проблемы на этих девушек, которым привела Либерш. Нет, ребят, я считаю, что вы глубоко заблуждаетесь. Вот все то, извините меня, дерьмо, которое из человека сейчас лезет, оно всегда в нем было. Просто рядом была Либерш, которая всегда держала его в узде, которая останавливала его, которая отстаивала его при коллективе, какие-то моменты, которая пыталась как-то на него влиять. Она держала вот это вот все, и вот этому всему она не давала выхода. А когда Либерш сказала и подтвердила то, что они разводятся, из него все это полезло. Поэтому ей можно сказать только одно спасибо за определенный уровень воспитания, который она в браке ему давала. Единственное, все. Ну что же, Евгений, тебе скоро лететь на Сейшелы. Какой состав с тобой полетит? Я бы очень хотел поехать, чтобы рядом со мной была Камила. И я бы очень хотел за моральную компенсацию, скажем так, чтобы со мной поехала Кристина. И Лиса, вы же дед на острове. Ну что же, в скором времени Евгений Руднев в компании Кристины и Камила отправляется на Сейшельские острова. Сбудутся ли все его эротические фантазии? Мы узнаем в скором будущем, когда девушки определятся, готовы ли они на подобные испытания. Спасибо. 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 Спасибо.